Какой чудак будет есть хот-дог ножом и вилкой? Я, скорее всего, догадался, что у них на букву Х. Посмотреть, как девушка ест хот-дог, дорогого стоит. У меня даже приборы падают из рук. Добрый ветер! Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, мы около депо, и сегодня я сделаю обзор одного из заведений, которого вы не знаете, а я не слышал. Пойдемте! В депо очень много новых корнеров, которые я еще не обозревал, но меня пленило название на букву Х. Видимо, хорошие хот-доги там. Мы заказали 4 вида и напиток. Получилось 1340 рублей. Ну, не бюджетно, но и не сверхдорого, тем более для Москвы. Далее под номером 1 пейджер. В общем, минут 10 ждем и показываем, что же заказали. Я, скорее всего, догадался, что у них на букву Х, и, видимо, это сервис, потому что готовили 26 минут. 4 порции колбасок готовить почти полчаса. Странновато. Возможно, там у них какая-то загруженность, но там просто не было людей, которые ходили и ждали заказа. В общем, это, на мой взгляд, странновато и слишком долго. Хот-дог на букву Х. Так называется, 290 рублей. И там есть на выбор два вида мяса. То есть, это свинина и курица. Я взял свинину и, надеюсь, не ошибся. Такая вот шпажка довольно длинная, чтобы все сдерживало. И довольно богатое наполнение. То есть, тут горчица, кетчуп, огурцы, помидоры, колбаска, квашеная капуста. Но 290 рублей. Это нормальная цена для фестиваля. Но для заведения, даже в Москве, даже в депо, мне кажется, что дороговато. Я понимаю, почему это так стоит, но не очень понимаю, нужно ли это брать в обычной жизни без обзора. Ваше здоровье, как обычно. Есть, как вы понимаете, не очень удобно, потому что соусы все остаются на лице. По вкусу хорошо, но жара, сосиски не хватает, чтобы бороться с холодом всего остального. То есть, там овощи, соусы, все холодно. Это нормально, потому что не все любят теплые овощи и соусы, но как-то тут несбалансировано. То есть, отдельно идет теплая еще колбаска, а все остальное очень быстро ее охлаждает. По качеству и вкусу ингредиентов вопросов у меня нет. Действительно, что это не шибко удобно есть. Дают, конечно, приборы, но какой чудак будет есть хот-дог ножом и вилкой? А наверняка такие есть. Они, видимо, хотели эту цену максимально оправдать, поэтому запихнули очень много всего. И правда, по количеству здесь хорошо. Но из-за этого все распадается, вываливается и не очень удобно есть. То есть, с девушкой, допустим, на какой-нибудь даже не первом свидании, вряд ли будет закажется, потому что либо сами извозюкаетесь, либо она извозюкаетесь. Это будет не так эстетично. И вы скажете, что в хот-доге, в принципе, не сличная еда, но посмотреть, как девушка ест хот-дог, дорогого стоит. Поэтому тут нужно лавировать. По итогу норм, но есть свои минусы, которые некоторых из вас могут отпугнуть. Следующее блюдо – колбаски тулусские. И не поверите, они тоже стоят 290 рублей. Но если там я понимал, за количество ингредиентов можно взять такую сумму, то здесь 3 слайсика помидора, чуть-чуть зеленушки, как бы 4 колбаски, но по сути их 2, потому что они разделены пополам, и много-много нитей теста, которые тоже дорого стоить вряд ли могут. А, ну и, прошу прощения, к этим колбаскам идет соус, который обычно продается за 50 рублей, но и то 240 рублей за вот это вот блюдо без соуса. У меня даже приборы падают из рук. И еще раз. Вяленькие томаты. Они очень сочные, поэтому они так распадаются. На самом деле они не вяленькие, то есть все. Отменили вялость. Если бы так можно было в жизни. И тулусская колбаска в тесте. Пахнет очень слабенько. Довольно странное ощущение. Балансом здесь тоже не пахнет. Тесто имеет вкус такого хвороста. Ну, не в плане веток и палок из леса, а из теста, который жарится в фритюре. Немного сладковатый. И из-за того, что довольно толсто его намотали, то теряется вкус мяса. А это тут основное. Возьмем соус острая горчица. Может быть, как-то это сдобрит вкус. Да, издобрило. Изобило. То есть колбаски не чувствуются теперь вообще. На мой взгляд, блюдо неудачное. Ни по цене, ни по форме. Возможно, в тулусе так и едят, или там другая рецептура. Но мне сейчас кажется, что ни о чем. Ну, добрый ветер. Следующее блюдо носит незамысловатое название колбаски из говядины. Хотя поинтереснее в оформлении. Здесь есть пита, в ней овощи и две колбаски в виде буквы Х. Не знаю, специально так сделали или случайно, но, в общем, эта буква здесь постоянно играет. И на счастье, видимо, разбитая посуда, которая подарит нам ощущение вкуса. 290 рублей. То есть цена та же, что и у предыдущих блюд. Давайте попробуем веганскую шаурву. Так ее назовем. Хотя, конечно, там нет соуса и так далее. Но, в общем, в любом случае, попробуем тесто с овощами. Хрестновато. Реально соли не хватает. И или соуса. Давайте отдельно бахнем говяжью. Кобасу очень тонкий, еле различимый аромат. Вот. Она посолонее. И нужно либо это откусил, это взял, чтобы общий вкус, либо давайте сразу нарежем на кружочки и запихнем в нашу импровизированную шаурму. Возможно, будет поинтереснее. И я надеюсь, потому что как раз таки преснота плюс солоноватость должна играть с новыми красками. Собственно, сами приготовили, сами съели. Уже получше, но опять нет баланса. Здесь из соусов мы возьмем барбекю и тоже попробуем, каково это будет вместе. Соусы хорошие, но слишком насыщенные. Либо нужно меньше брать. Ну вот, опять же, здесь нет баланса. То есть, большая проблема данного заведения и данных блюд, что ты не ешь как общее блюдо. То есть, колбаски отдельно, все остальное отдельно. Возможно, так и нужно. Но вот соус хороший, качественный, вкусный. Но если ты в него макаешь колбаску, все, вкус мяса теряется и остается только насыщенность соуса. На мой взгляд, это минус. Тем более за не самые маленькие деньги. Давайте вообще сделаем полный комплект. Мясо, соус, питые овощи. Представьте себе четырехполосную беговую дорожку и спортсмены стартуют одновременно, не пересекаясь в момент гонки. Так же и здесь. Все ингредиенты параллельно идут во вкусе. Не пересекаясь, не работая друг с другом. И не общее блюдо выходит, что хотелось бы мне, а просто четыре разных вкуса. То есть, можно было взять отдельно колбасу, отдельное тесто, отдельно соусы, отдельно овощи. Я не хочу прям ругать, потому что в целом, а точнее по отдельности, это съедобно. И вам, может быть, понравится, но на мой личный вкус, опять же, нет коннекта. И это плохо. И самое дорогое блюдо на сегодня – колбаски Мергес. 320 рублей за вот такое вот наполнение. Идет соус. У нас осталось чили, две бараньи колбаски, два таких тоста-гренки, и, опять же, немножко зелени уже довольно вялой. И совсем тоненько наструганные помидорки. Тут я не очень понимаю, за что идет цена дороже, чем там. Баранина – окей. Там французские колбаски тунисского происхождения тоже, я все понимаю. Но брать их или нет, сейчас я узнаю, как найду вилку. Вилка найдена, и давайте натыкнем сосису барашка. Даже баранина здесь практически не пахнет, что странно. Плотная вязкая масса, вкус баранины, тот самый, который всем знаком, ну, те, кто ел баранину, есть. Очень скудный набор. То есть, да, я понимаю, греночки. Хорошие. Внутри мягкие, снаружи. Хрустящие. Но 320 рублей все-таки оверпрайснуто для такого блюда. Опять же, я могу понять ресторатора, но второй раз это я бы точно не взял. Хотя по отдельности все вкусно. Баранина здесь единственное мясо, которое борется с насыщенным соусом. Но опять же, борется, а не идет рука об руку и не делает такую компиляцию. Сладкий чили к баранине, конечно, не очень подходит, поэтому давайте попробуем барбекю. Вот барбекю с бараниной еще более-менее. Но это не отменяет того факта, что 320 рублей, две тонюсенькие колбаски, две гренки, ну и минимальное количество всего остального. Я всегда критикую заведения только с той целью, чтобы стало лучше. Но здесь основной минус – это цена. А сделать дешевле, я думаю, что в данных условиях либо нереально, либо очень-очень сложно. Бараньи колбаски здесь самые дорогие, и к ним практически ничего не идет допом. Если делать богаче состав блюда, то и блюдо будет дороже. То есть тоже как бы мы в тупике. Тулусские несбалансированные, но если такой рецепт изначально есть, менять его на что-то еще более оригинальное, не знаю, возможно ли. В хот-дог запихнули максимум ингредиентов, чтобы оправдать цену, но от этого стало есть неудобно. Ну и говяжье с веганской питой тоже не так, что прямо суперсбалансированные и супервкусные. Как обычно, я высказал свое мнение, а вы делаете выводы сами. Единственное, что точно – это нужно пить напитки, особенно газированные, в стекле. Лучше всех. Макс Брандт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова